то есть в маржу за весь период жизни клиента. Очень интересная вещь в статистическом анализе. Очень часто люди в МФО берут деньги до зарплаты. И очень часто у них деньги заканчиваются в один и тот же день в месяц. Условно зарплата 10-го, а каждый месяц 5-го числа они переходят в МФО. Вот на базе этого можно реализовать такую предикативную модель, если клиент часто спрашивает, приходит за кредитом 5-го числа, можно 3-й ему напомнить об этом. Прямо сейчас для тебя есть какое-то спецприложение для лояльного для нас клиента. Ну и то, о чем я уже рассказывал, это анализ эффективности маркетинговых инструментов, которые позволяют внутри системы анализировать ROI по маркетинговой активности и рассчитывать lifetime value по привлеченным клиентам с ряда рекламных инструментов, таких как контекст. Дмитрий, тебе слово, расскажи о своей такой, наверное, головной боли, популярной в онлайн МФО. Здесь Антон оказался немножко неправ, сказав, что наблюдается через полтора года... Антон оказался немножко неправ, сказав, что через полтора года работы наблюдается огромное увеличение потока заявок, снижение просрочки. Все идет в соответствии с законом больших чисел. Простой математический закон, который гласит, что чем больше выборок, чем больше данных, тем стабильнее мы получаем результат в конечном итоге. Соответственно, в какой-то момент времени, набрав огромное количество статистики, что видно, кстати говоря, по пункту 3, в результате мы приходим к какой-то равновесной величине, которая отражает и количество пришедших заявок, выданных займов, без принятия каких-то дополнительных усилий, естественно, для привлечения новых клиентов, и, соответственно, определенный какой-то средний уровень просрочки. Что касается мошенников в целом, то, естественно, ни одна МФО, и мы в том числе, не ставим целью победить мошенничество. Это невозможно, все это понимают. Мошенники всегда были, есть и будут, это нормально. Вопрос заключается лишь в том, насколько мы готовы снизить этот процент мошенничества, и готовы ли мы к тем результатам, которые мы получаем в результате. То есть тот уровень просрочки, который мы имеем, соответствует ли он нашим ожиданиям и необходим ли он для нашей рентабельности. Может быть, появляются какие-то инструменты, которые позволяют снизить этот уровень просрочки немножко. Да, это все тоже, соответственно, анализируется. Что касается в целом, то инструмент борьбы с мошенничеством в онлайне сейчас, к сожалению, весьма и весьма примитивен. На самом деле, это всего лишь инструменты анализа личности человека по тем данным, которые есть, включая бюро кредитных историй, естественно, от него здесь никуда не уйти, никуда не деться. И на основании этих данных, в принципе, это только эти данные, можно принимать какое-то решение, да, и приходить вот к общей статистике, о которой я уже говорил. Кроме, естественно, мошенничества со стороны клиентов, нельзя забывать и о мошенничестве со стороны сотрудников. Это тоже не редкость, к сожалению, вообще в целом для любой организации, для финансовой в том числе. И, естественно, об этом мы тоже думали, и Антона тоже озадачивали о том, что нам необходима система контроля. Затем, каким образом сотрудники принимают решения, насколько это обосновано, с возможностью проверить и перепроверить затем эти решения, плюс, соответственно, крайне регулярный контроль системы. Я имею в виду, поскольку обработка заявок достаточно большого количества происходит в автоматическом режиме, то есть без вмешательства человека, да, чаще всего клиент получает извещение о том, получает он заем или не получает, в принципе, на основании решения системы. Вот для того, чтобы проверять адекватность решения этой самой системы, тоже написано огромное количество модулей контроля, которые постоянно ее аудируют, да, на адекватность этих самых принимаемых решений. В результате на выходе получаем, ну, вроде тьфу-тьфу-тьфу, неплохой сервис онлайн-финансирования, который работает на всю страну, работает весьма неплохо. Ну, в целом, все довольны. Антон Пуш, я думаю, точно доволен, да? Как программист для этого всего. Все, на этом у меня все. Спасибо. Спасибо. А сейчас можно я первый вопрос задам? Просто у вас так вот все по-взрослому, как в больших каких-то банках, но у них, не знаю, там, CRM и всякие, Орд, ДСАПы, да, мне просто интересно, вот вы построили такую комплексную систему и порядок, не знаю, стоимости в сравнении с системой банка, да, вот можете назвать? Да, то есть тут... Ну, если говорить про порядок, то разработка подобных систем по времени занимает, наверное, там, от полугода до года минимум, да, и зависит от функциональных требований, и обходится грубо, там, грубо, в полмиллиона в месяц разработки. То есть если там мы это делаем за 6 месяцев, то можно умножить полмиллиона на 6, если это делается год, то там умножаем еще раз. То есть вы работаете медленно, но вы зарабатываете больше? Скорость работы зависит от проект-менеджера на стороне заказчика, в первую очередь. У банков обычно такие большие интерпрайс-решения, которые с точки зрения внедрения требуют гораздо большего объема работ. То есть мы здесь воспользовались... Сколько вы масштабируете вообще? То есть по порядку небольшая организация? Ну, думаю, что более чем. С точки зрения интернет-банков... Да, ну то есть у нас есть клиенты банков, с которыми мы работали, и там можно у нас на сайте увидеть, с кем мы работали. Подобные системы... Мы вот... Беру один из, наверное, таких ключевых примеров. Еще было несколько интернетов, которые мы делали с похожим блоком функциональности, грубо говоря, да, но интернет это такая закрытая система, не до широкого круга. Команды в экране, где вы понимаете? Ну, вот суммарно участвовало порядка девяти человек в разработке этого сервиса. Стабильно пять. То есть, про домистов пять, а остальные... Нет, 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 не совсем. Некоторые специалисты подключаются, делают свою работу и отключаются. Отработаны. Ну, я проектирую, что это фейсов у вас? Вот он появился в самом начале, задачи воспринял, это фейс спроектировал, свою работу сделал, согласование получил, ушел, все. Его работа на этом закончена. Ну, кодовая печка, да? Да, ну, вместе с певом, да, примерно так. У меня был вопрос. В принципе, есть ли у нас отдельная практика? Ну, больше не кайти. Ну, я отвечу ровно так же, как вы задали этот вопрос. Определенная практика есть. Хорошо. Просто, грубо говоря, по ульваринам займов, действительно, максимум, чем больше мы сидим в клинике, соответственно, и написание договора происходит в любом случае. Условно, весьма. Весьма условно, да. Простая электронная цифровая ситуация. Скажите, давайте вопрос на дискуссию, тогда 10 минут с конца еще не было. Спасибо. Спасибо, что вы получите. Хорошо. Сейчас Михаил Попов, Изи Файнанс. Кстати, Изи Файнанс у нас в номинации Небан года в премии банковская сфера стал серебряным призером. Первым стал уроки тоже, вы помянули. Уступил два голоса, да, по-моему? Дуквально два голоса. Да, ну, давайте немножко расскажу о нас. Компания Изи Финанса, это Изи Финанс.ру, сайт по управлению личными финансами. Это сервис, BFM-сервис. Но мы также вышли в B2B-направление и делаем такие же сервисы, встраиваемых в интернет-банки. И транслируем свой опыт, который мы накопили на базе 250 тысяч пользователей. И заработок, именно непроцентный заработок на своих пользователях, мы транслируем это в банки. Один из наших заказчиков, русский стандарт, и в этом году еще будет два крупных банка с клиентами, там, 3-4 миллиона клиентов. Смотрите, хотелось бы поговорить именно о ключевых концепциях и к чему идет интернет-банк и вообще работа с онлайн-пользователем. То есть, первая тема – это что происходит с самим дистанционным услуживанием дальше, что такое финансовый таргетинг и как с этим работать, автопродажи или кросс-продажи, которые происходят в автоматическом режиме, да? И клиенты навсегда, как BFM, в принципе, превращают клиентов в постоянного пользователя системы ДБО и мобильного банка. Ключевая проблема всех нас, на самом деле, мы, в принципе, даже финансисты, всегда сапожники без сапог, не понимаем, что делать с финансами. Показал случай с ростом курса доллара, паника, все бегают, не знают, что делать и так далее. В принципе, все мы хотим иметь помощник, финансового помощника, но не человека, который тебя дергает и отвлекает по ненужным вопросам, а такой автоматический режим, навигатор финансовый и так далее. Вот, в принципе, BFM этим навигатором и является. Что происходит, что изменилось? 12-й год, 15-й год это западная статистика, но, в принципе, она такая же. То есть, в принципе, объем шарика это важность для пользователя, а направление сетки, то есть здесь продажи происходят, вот в этом, здесь идеальное состояние, что больше всего транзакций и больше всего продаж в этом округе происходит. Здесь, соответственно, маленькая активность. То есть, в 12-м году в основном для клиентов важны были отделения и интернет, а транзакции происходили в основном в ВТМе. то есть, в банкомате. Сейчас все движется в мобайл и в интернет. То есть, это важно для клиентов, филиалы уходят, банкоматы тоже теряют свою значимость. Ну и, соответственно, колл-центр еще ниже занимает. Важность для клиентов. То есть, мобильные технологии вышли вперед, а социализация, работа с соцсетями тоже вперед, геймификация, клиент не просто хочет иметь какую-то скучную историю, хочет, как лошадка в цирке, получать сахарок за каждое движение. Ну и, соответственно, еще такой разрушающий тренд это самостоятельные клиенты. Мы видим, что происходит с отраслями смежными или там другими, там travel и так далее. Везде люди исключают цепочку консультанта, физического консультанта между продуктом и заказчиком. То есть, люди сами заказывают билеты, сами выбирают продукты и так далее. То же самое происходит в банкинге, никому не нужны отделения на самом деле, кроме директоров хозяйственной службы и начальников отделения. Что происходит на Западе и что происходит у нас? То есть, банки начинают внедрять ПФМ. Этот новый опыт, не все понимают, как это правильно внедрять. Самое главное, что практически ни у кого из разработчиков, вендоров, производителей онлайн-банкинга нет вообще опыта работы с пользователем напрямую. Поэтому и рождаются такие ПФМы, которые потом вице-президенты больших банков показывают нам, он говорит, да, у нас мы внедрили, но он не работает. Мы смотрим, у него там на 15 число, в январе только остатки в этом ПФМе, а уже 20 марта. Ну, потому что, в принципе, разработчики, вендоры не понимают эту вещь, плюс не имеют команды, которая бы горела этим вопросом и так далее. Но за границей этот тренд активно идет и ключевые банки все уже это все внедряют. Что, в принципе, мы получили из своей статистики и что мы транслируем в банки. То есть, 55% наших пользователей за год уже использовали системы, сервиса из-за финансов, улучшают свои финансы. Это что значит? Нормализуют систему доход-расход, то есть, не бегают за деньгами в конце месяца.